ИС-2 ИС-2 или Объект 240 – советский тяжелый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает Иосиф Сталин, официальное название серийных советских тяжелых танков выпуска 1943-1953 годов. Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства. В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-2 на равных использовалось название ИС-122. В этом случае индекс 122 обозначает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжело бронированным из советских серийных танков периода войны и одним из сильнейших танков на то время в мире. Отдельные гвардейские тяжелые танковые полки, вооруженные танками ИС-2, принимали активное участие в боевых действиях 1944-1945 годов. В целом новый танк полностью оправдал ожидания командования как средство качественного усиления частей и подразделений, предназначенных для прорыва заблаговременно и хорошо укрепленных полос противника, а также штурма городов. Любые же попытки представить ИС-2 как всесокрушающий и непробиваемый танк, или наоборот, как не имеющие особой ценности стальную коробку на основании отдельных боевых эпизодов, являются ничем иным, как необоснованные экстраполяции без учета конкретных условий боя, выучки экипажей и действий командования обеих сражающихся сторон. Тем не менее, следует признать, что такого рода утверждения достаточно широко распространены в популярной литературе. В качестве примеров, совершенно различных результатов боевого применения танков ИС-2, можно привести следующие боевые эпизоды с их участием. Во время Львовско-Сандомерской операции известен эпизод, когда два танка ИС-2 57-го гвардейского отдельного танкового полка, укрывшись в засаде, остановили танковые силы, значительно превосходящих сил противника. За два дня экипажи двух советских тяжелых танков уничтожили в общей сложности 17 немецких танков ИСАУ, устранив угрозу ликвидации плацдарма на Висле. Из них 9 на счету Ляхова и 8 на счету Луканина. В августе 1944 года 71-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк участвовал в разгроме батальона Королевских тигров на Сандомерском плацдарме. В ходе этого боя танки ИС-2 подбили 6 королевских тигров. За полтора месяца боев этот полк подбил и уничтожил 17 немецких танков, 2 САУ и 3 БТР. Потери составили 3 танка сгоревшими и 7 подбитыми. В октябре 1944 года 79-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк удерживал Сиротский плацдарм на реке Нарев в северне города Сиротска. Противник, имея в общей сложности свыше 200 танков, пытался ликвидировать плацдарм. 4 октября 1944 года к 19.00 положение советских войск стало угрожающим. В 21.00 танкисты совместно с 44-й гвардейской стрелковой дивизией 105-го стрелкового корпуса пошли в атаку. Продвигаясь под сильным огнем, они столкнулись с тяжелыми танками противника. Было подбито и уничтожено 6 немецких танков Т-5 и Т-6. Потери при этом составили один танк ИС-2 сгоревший и один подбитый. С 6 по 9 октября полк, умело создав оборону, не потерял ни одного танка. При этом сжег 11 тяжелых вражеских машин. В ходе этих боев также отличился экипаж танка ИС-2 под командованием гвардии лейтенанта Ивана Хиценко 30-й гвардейской тяжелой танковой бригады. Его танковому взводу было приказано удержать оборону на правом фланге. Взвод атаковал колонну гитлеровцев. Танк Хиценко в этом бою огнем пушки подбил 7 вражеских танков «Тигр» и один протаранил до того, как сам сгорел. Немцы не смогли прорваться по правому флангу. 78-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк, наступая на Дебрецен в Венгрии, с 6 по 31 октября уничтожил 46 танков, в том числе 6 «Тигров», 25 САУ, 109 пушек, 38 БТР, 60 пулеметных точек, 2 склада с боеприпасами и 12 самолетов на аэродроме. Потери полка составили два сгоревших от фауст патронов ИС-2, еще 16 танков получили различной степени повреждения. На территории Рейха бои были особенно упорными. 70-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк, сходу форсировав реку Висла и пройдя свыше 300 километров, в конце января вышел к городу Шнейдемюлю. Его осада заняла две недели и стоила полку 9 поврежденных машин. 82-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк 8 февраля в 11.00 углом вперед 1-й и 4-й танковыми ротами начал атаку в районе города Кройцбурга. В 13.00 до 11 танков противника в сопровождении артштурмов контратаковали подразделения полка, но понеся потери отступили. К 20.00 Кройцбург был взят. За день боевых действий полк уничтожил 4 танка, 4 САУ, 6 орудий и 10 пулеметных точек. Потери полка за день боя тоже оказались немалыми. 11 танков были подбиты, один застрял. В Висло-Одерской операции 80-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк с 14 по 31 января 1945 года уничтожил 19 танков и САУ-врага, 41 артиллерийское орудие, 15 пулеметных гнезд, 10 минометов и 12 блиндажей. Из 23 участвовавших в боях машин ни одна не была безвозвратно потеряна. 81-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк в 3.30 16 февраля 1945 года в составе 16 танков атаковал Кукина. Командир 144-й стрелковой дивизии, которой был придан полк, посчитал, что ИС-2 способны сделать все сами. Вышедшие в атаку ИС-2 были встречены фланговым огнем немцев, которые сожгли два ИС-2 и еще два подбили. 4-я танковая рота прикрыла выход 3-х ИС-2 2-й танковой роты на окраину населенного пункта Немреттен. Но без отрезанной пехоты развить успех не удалось. 2-я ИС-2 в этой фазе боя были подбиты. В течение трех часов танкисты вели бой с пехотой, танками и противотанковыми орудиями противника, потеряв еще 9-я ИС-2 подбитыми. Попытки увлечь свою пехоту успеха не имели. В результате 16 февраля Кукинен так и не был взят, а полк был выведен из боя для восстановления и обслуживания матчасти. Из 15 числившихся ИС-2 боеспособными были 7, 2 нуждались в среднем ремонте, 3 остались неэвакуированными с поля боя и 3 подлежали списанию. То есть их можно было занести в безвозвратные потери. По всей видимости, немецкая страна в этом бою не понесла серьезного урона, так как в успехах полка значатся уничтоженными 4 танка, 4 бронетранспортера, 17 орудий и одно захваченное штурмовое орудие. По документам, эти успехи были достигнуты во время боя 15 февраля и с 19 по 27 февраля, когда полк оправился от причиненных 16 февраля потерь под Кукиненом. В боях в марте 1945 года на территории Польши особо отличился командир танка ИС-2 Федотов Михаил Алексеевич. Только за первые два с половиной месяца 1945 года его танк уничтожил 6 немецких танков ИСАУ, 11 артиллерийских орудий, 2 минометные батареи, 3 бронетранспортера и несколько автомашин. Огромную роль в восстановлении боеспособности советских танковых частей сыграла высокая живучесть и ремонтопригодность ИСАУ и созданных на их базе САУ. Нередкими были случаи, когда полк, накануне потерявший большую часть своих машин, уже через день-два был снова готов к бою. Так, в 88-м отдельном гвардейском тяжелом танковом полку к 25 января имелось лишь два исправных танка, другие были либо подбиты, либо вышли из строя по техническим и иным причинам, в том числе два утонули в реке. Однако, уже к 1 февраля в строй вернулись 15 восстановленных и боеспособных машин. 88-й и 89-й отдельные гвардейские тяжелые танковые полки первыми штурмовали при свете прожекторов немецкие позиции с Кюстринского плацдарма, первый день берлинской операции. После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении советской и российской армии до 1995 года. Также, танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых послевоенных вооруженных конфликтах. Ну и на этом у меня все, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк или поделиться им с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok